Праздник День Защитника Украины 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 Если говорить с точки зрения профессионализма Со всех точек зрения, как говорить и по обеспечению, потому что профессионализм один без налаженного обеспечения, не все. Также и системы обучения, также и множество задач, которые на данный момент выполняют вооруженные силы Украины. А с технической стороны достаточно ли сегодня на вооружение техники? С технической стороны, в принципе, производится закупка техники, поставка их в вооруженные силы, бригады, непосредственно подразделения, модернизация, ремонт, тесно налажены контакты с ремонтными и оборонными предприятиями, которые всячески помогают нам поддерживать боевую готовность. Что касается условия службы, прохождения службы? Если я за счет и по технике скажу больше, моё подразделение довольно молодое, ему тоже два года, и можно видеть, до этого я служил в другой бригаде, на другой посаде, и видел, как на 2014 год по технике была существенная проблема. Мы пользовались техникой национальной экономики, были моменты, но сейчас скажу по своему подразделению, у меня вся техника боеготова, и укомплектованность техники, тоже не буду говорить, достаточно для того, чтобы выполнять боевую задачу. Что касается условий службы, они тоже в корне поменялись. Видны большие изменения в росте, в спроможностях, в численном количестве вооруженных сил, в качестве подготовки. Если мы говорим о 2014 году, правильно назовем своими именами, о войне, которая началась в 2014 году, то не совсем, не всегда уровень подготовки отвечал тем заданиям, которые стояли перед подразделением. А больше сегодня молодых людей готовы идти защищать Украину в руках с оружием? По сравнению, например, с 2014, с 2015? Ну, параллель проводить мне тяжело, тут надо спросить больше тех посадовых осип, которые работают с населением, это воинские комиссариаты. Но довольно, у меня процент укомплектования личным составом неплохой, даже дает возможность выбора по качественным, по профессиональным качествам для того, чтобы правильно назначать на посаду ту или иную. Или это будет боевая посада, или это будет посада в подразделении обеспечения. То есть мотивация есть. Кроме того, прошла мотивация людей, самосознание. Все, я думаю, нету на Украине уже, ну, очень мало осталось тех, кто не понимает, что мы сейчас воюем за свою независимость и кто агрессор. Кто страна агрессор и с кем мы воюем. И я думаю, все хотят иметь свою страну, продолжать свои традиции и иметь сильное государство. Как, кстати, изменилось отношение граждан Украины к военнослужащим за последние три года в связи с событиями на Донбассе? Чувствуете ли вы, как поменялось? Я, если можно, скажу по гражданам именно восточных регионов. Мне довелось эти три года быть там. На первом этапе боевых действий мы полностью проиграли информационную войну. И когда мы зашли, находимся, несем службу в тех районах области Луганской, Донецкой, меняется в корне. Люди открывают глаза и говорят, вот это, что нам показывают по телевизору, довольно не так. Сергей, вы чаще находитесь на стационаре сейчас, вы находитесь здесь, в Киеве. Как вы ощущаете? Я на дневной форме обучения, ну, в принципе, ощущение такое, что к вооруженным силам и вообще настрой населения, он поменялся. Даже вот, как Даниэр говорит, да, действительно, вот иногда в некоторых моментах даже вот восточные регионы, вот местное население относится, говорят, ребята, спасибо вам. Они даже вот наоборот переживают, вот если вы уйдете, мы за это переживаем. Ну и ваши советы, как все-таки нужно воспитывать патриотизм у подрастающего поколения? Ну, вы очень правильно заметили. Патриотизм надо воспитывать, начиная от того, как человек родился, мать ему закладывает свои традиции, начиная с колыбели. Также их надо продолжать в детском саду, в школе. То есть должно быть национальное воспитание. К слову, скажем, мы вот 14 число, день захисника Украины. Он же не просто так принят указом, как вы выше сказали. Это ж историю, если посмотреть, это ж день казацтва. Это большой религийный праздник большой. И оно имеет за собой ряд, я не буду сейчас всех называть, ряд традиций. В Сечи избирался кашевой атаман, ну и ряд заходов, которые проводились в Запорожской Сечи. То есть надо не копировать что-то, надо вспомнить историю, посмотреть свое и воспитывать на этом наше поколение. Благодарим за беседу и спасибо за мирное небо над головой. Еще раз с праздником вас. Спасибо, спасибо. Напомню, нашими гостями сегодня были участники боевых действий на Донбассе. Подполковник Даниил Яр Петрюк и подполковник Сергей Горбек.